МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То ли машина времени, не помню, ну что-то вот такое лохматое, волосатое. Ну, я могу сказать, что когда мы были молоды, мы никакие бороды не носили. Мы выглядели довольно странно, и нас называли то панками, то битниками, то новыми романтиками, то как-то еще. Мы сами не понимали, кто мы такие, но привыкли к тому, что мы битнички. Мы были битнички. Хотя битники – это совершенно другая история. Это Америка, 50-е, 60-е годы. Литература – центричное направление, я бы сказал. У нас не было никакого литературы центричного направления. Мы были битнички, мы слушали самую свежую, самую крутую музыку, которая выходила и попадала к нам так или иначе. Я и сейчас очень люблю новую музыку, я внимательно слежу за тем, что происходит, что выходит, слушаю, пытаюсь. Ну, все сейчас не охватить такой поток информации, что мне называют люди десятки групп, даже названий которых я не слышал. Ну, в ответ я, правда, могу назвать тоже пару десятков тех, которые они не слышали. То, что вот выходит прямо сейчас. Но, тем не менее, наше любопытство, как правило, было успешным. И в какой-то момент времени мы познакомились с музыкой вот этого замечательного парня – Элвиса Костелло. Кто такой Элвис Костелло? Патрик Макманус его зовут на самом деле, родился он в Лондоне, играл в Лондоне, играл в Англии, играл в Америке, очень много в клубе Сиби Джиби в том числе. И музыкальные критики, как они любят, конечно, называли его панком. А-ха-ха, скажу я. Такой же панк, как мы с Цоем были, например, в то время. Панк Элвис Костелло. У Элвис Костелло огромная дискография. Он до сих пор играет, слава богу, выпускает пластинки. Пластинки 22-го года у меня нет. К сожалению, есть предыдущий альбом, про который я отдельно поговорю потом. Потому что Костелло – это такой человек, про которого можно снимать фильмы, выпускать вот эти самые такие вот ролики короткие в бесконечном количестве. В бесконечном количестве. Потому что он играл, начинал он действительно ни с какого не с панка, а условно говоря, с музыки, которая называлась «Новая волна», как ее окрестили критики. Но она и была по факту новой волной. Это была свежая струя, такое свежее дыхание, благодаря которой люди, в общем-то, пришли в себя, музыканты. Потому что то, что происходило уже ко второй половине 70-х, вот это вот тут-тут-тут-тут-тут-тут, это все довольно было, ну, скажем так, однообразно. Я уж не говорю про прогрессив рок так называемый. Кстати говоря, очень характерный пример этого, даже два примера я приведу. Это группа King Crimson, которую Фрип остановил просто резко, просто остановил и все. Записав пластинку Red, стоп-машина. Пошли в другую сторону. И появились уже потом пластинки Disciplina, там, Beat, 300 Perfect Pair и прочее. Пошла совершенно другая музыка. И Питер Габриэл, который записал Del Amplice Down on Broadway, сказал, все, стоп-машина. И пошел в абсолютно другую сторону, в абсолютно другую музыку. И это было очень здорово, потому что группа Genesis тоже пошла в другую сторону, тоже пошел свежак. Не у всех так получилось, к сожалению. Но это такое маленькое распространение про новую волну. А Костелло, который начинал с условной вот этой новой волны, играл потом и традиционный, очень качественный поп-рок, в хорошем смысле этого слова, в общем значении поп, популярный. Популярный, как Маккартни, например, с которым он работал на двух альбомах Маккартни. А также Маккартни работал на его альбоме под названием «Спайк», про который я тоже расскажу отдельно. Это требует отдельного разговора. Песня «Вероника» такая была записана вместе с Маккартни. Вообще Маккартни принимал участие в «Спайк» от начала до конца. Так вот, если говорить о поп-музыке, это такая же поп-музыка, как Маккартни, например, поп-музыка. На чем я остановился, значит, на поп-музыке. Потом он играл фолк английский, фолк американский, играл джаз, играл классическую музыку, потом опять джаз с гитаристом Биллом Фризовым. Потом уже какие-то такие современные, я говорю о предпоследнем его альбоме, современные, не люблю слово, авангардные, но такие электрифицированные очень с синтезаторами, с лупами, со всякими такими электрическими находками вещи, но при этом оставаясь в песенном формате. То есть никакого такого задумчивого, психоделического, непонятного, понятного только автору, а вам это далеко. Такого ничего нет, все в песенном формате, но спектр у него широченный, у Элвиса Костеллова. Человек, который может все. При этом удивительный мелодист с самого начала до сего дня. Прекрасные мелодии, иначе бы Маккартни не стал с ним, наверное, работать. Ну, условно говоря, новая волна. И вот мы стали слушать Костелло, получали огромное удовольствие. Это его второй альбом, This Year Model, который вышел, если мне память не изменяет, в 78-м году. Очень короткие песни, но каждая песня настолько яркая, настолько с, вот как говорят музыкальные, это с мелодическими хуками, такими, песня бит здесь, кайфовейшая. И вообще все, все очень, в каждой песне вот эти мелодические крючочки. Ну, а-ля Маккартни, опять-таки, только, ну, Костелло немножко в другую сторону. У него другая мелодика. Может быть, кто-то сейчас начнет плеваться, я скажу, что немножко шире, немножко шире и немножко глубже, чем у нашего любимого Маккартни. И немножко более роковая все-таки. Хотя и джаз, и все остальное, ай, какая роковая. Он как-то очень широкий охват у него, мелодический, очень здорово все. Но при этом вот две первых пластинки, это вторая, первой у меня нет, к сожалению, но появится, никуда не денется. Гитары, чёсовые барабаны, клавиши с вибрато такие. И удивительный голос Костелло, который отдаленно напоминает Синатру. Если бы Синатро занимался рок-музыкой, он бы был близок, наверное, к Костелло. Но Синатро ненавидел рок-музыку, ненавидел даже Элвиса Пресли, хотя и пел с ним, и снимался на телевидении с Элвисом Пресли. Он терпеть не мог рок-н-ролл вообще в принципе. Все эти Битлз, Ледзеппелин, это тошнотворно было для него. Ну вот, если взять его голос, немножко его подобработать, будет немножко похоже на Костелло, хотя Костелло помягче все-таки. Помягче, но пожуще. Вот я заговорился. Ну, короче говоря, вот эта пластинка очень советую. Чистая то, что называется условно новая волна. Но, когда у нас появился вот этот альбом, мы впервые услышали его у Андрея Панова дома, у Сина. У меня их два даже. Один оригинальный, второй переиздание. Оригинальный такой. Ой, вот разваливается. Вот такой вот в оригинале. Амфосос он называется. Вооруженные силы. Вот такая вот у него обложка. Вот такой вот конвертик в оригинале. Ну, правда, он тоже в разных видах выходил. В Америке и в Англии были разные обложки. Но это ничего страшного. Так вот, пришел у Андрюша Панова. У него вот этот самый Элвис Костелло. Имя нам сразу не понравилось. Какой-то Элвис Костелло. Итальянец, что ли? Или что это? Мы же любим новую волну. Ну, любим панк-рок. Любим такой вот драйв молодежный. Какой-то Элвис Костелло. Какие-то слоны на обложке непонятные. А Андрюша нам говорит, давайте послушаем. Вы послушайте сначала. Сначала. Оригинал Мастерс. У меня такое переиздание хорошее. Мы стали слушать. И просто запали на эту музыку. Просто запали и Виктор Робертович Цой, и я, и все те, кто был с нами рядом тогда. Цвин называл его самым интеллигентным панком. Потому что, ну, вид-то какой у него. Где? Покажу его поближе. Ну, я скажу, что он никакой не панк, конечно. Но абсолютный битничек. Абсолютный наш товарищ. Вот эта пластинка, мало того, что она невероятно музыкальна, как и все, что делал Костелло, и делает. Это гений. Меня, кстати, спросили в комментариях, кто является вашим любимым мелодистом. Их много. Их много. Элвис Костелло – один из них. Один из них. Кстати говоря, Маккартни не входит в список моих любимых мелодистов. Это не значит, что он плохой мелодист. Я говорю, что он не входит в список моих любимых мелодистов. Вот этот человек входит. Можете ознакомиться и сравнить свои вкусы с моими, если это вообще нужно кому-то. Сравнять вкусы – это вообще занятие абсолютно бездарное и ненужное. Так вот, мы просто одурели от этой музыки. Потому что, с одной стороны, это новая волна. Это вот такой вот кач, драйв, движение вперед, прозрачность одновременно с плотностью и с жесткостью. А с другой стороны, какие-то такие кайфовейшие мелодии. Раз, и такого не было. Но такого не слышали никогда. Разве так можно? Можно, оказывается. Потом, когда начали еще разбираться, что там прошло, там спето. Это вообще удивительная штука. Пластинка должна была называться «Эмоциональный фашизм». Костелло так ее и обозначал. Но ему запретили. Сказали, что это продаваться не будет нигде и никогда. У нас еще и будут неприятности у рекорд-компании за такие названия. Эмоциональный фашизм. Например, Элвис Костелло с альбомом «Эмоциональный фашизм» в 79-м году в Америке и в Англии. Это невозможно. Я думаю, что и сейчас это невозможно, кстати. Все все поняли. Но содержание соответствует как раз первому названию. Ну, называется в оригинале «Армпфосис», как я уже сказал, «Вооруженные силы». Но здесь про все. Про все дела. Про все дела. И про вербовку военных в Ирландии, в Англии. Песня «Оливерс Ами», которая стала хитом, кстати говоря, вышла синглом. Крутилась по радио. Все время всем понравилось. Потому что название альбома было изменено. Если бы название альбома осталось прежним, конечно, все бы поняли, про что вообще поется «Оливерс Ами». Поизведение под названием «Too little Hitler's». Два маленьких Гитлера. Например, как он нравится. А песня, на самом деле, о двух влюбленных, которые ненавидят друг друга, любовниках. Два любовника, которые… Любовник и любовница. Я поясню сразу, чтобы нас не закрыли. Которые друг друга ненавидят, ругаются, дерутся и прочее, прочее. Но называется нормально. Да, два маленьких Гитлера. И так далее. От начала до конца. Не от начала. «Essidents will happen» – первая песня, которая сразу нас вот так вот прижала к стенке. Потому что красивейший вокал. У Костелло всегда у него очень широкие мелодии. Сразу так оба. Понимаете, да, что такое? Широкая мелодия. Широкая мажорная мелодия, которая сразу просто дает кайф. Дает воздух. Дает дыхание. Раз, вот начинает петь аккорды, клавиши, барабаны, ударная гитара. И Костелло запелся. Оба. И Цой. Он же мелодист был. Он очень любил красивые мелодии. Он услышал. Он говорит, вот это да. Вот это человек. Вот это мощь. Так вот «Essidents will happen» – это не про политику, не про бюрократию, не про несчастье и драки. Это просто хорошая песня. Такая. Для начала. Ну, а потом начинается «Senior Service» – песня про засилие офисных работников бюрократии, интриг и всякой гадости. А Элвис Костелло работал в офисе. До того, как стал музыкантом, был офисным клерком. Но уже писал песни, показывал их. И, слава богу, его взяли на хорошую рекорд-компанию и стал выпускать произведения. «Гунг Скват» – первая песня на второй стороне. Просто же скач. Неожиданный рок тяжелый. При этом все так сыграно. Бас-гитара – невероятная партия. Очень такие в сторону джаза аранжировки. Играется рок, играется «Новая волна», но аранжировки сами по себе, вот кажется, тонкая грань. И еще вот они перескочат через нее и начнут играть джаз. Настолько все сложно и правильно, и всего много, но все на месте. Очень здорово. Все песни просто одна лучше другой. «Chemistry Class», «Класс химии» заканчивается какими-то психоделическими, таинственными, уже страшными звуками, но с диким юмором. Все с очень хорошим юмором, все легко, просто, но о серьезных вещах очень. Очень рекомендую, короче говоря, что вот рассказывать. Это просто одна из самых замечательных, веселых, умных, ироничных и ярких пластинок конца 70-х годов. 79-й год, Элвис Костелло, «Armed Fosses». Костелло у меня много, я расскажу про другие пластинки с большим удовольствием. И сейчас вот пойду пить, потому что отличная музыка, я сейчас прям и переслушаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok